Как добавлять тестовые задания и тесты в библиотеку электронных материалов Mesh? Для этого, как обычно, мы сначала нажимаем плюс добавить материал, кнопка на верхней панели библиотеки Mesh и выбираем либо тест, либо тестовое задание. Для начала имеет смысл потренироваться сделать тестовое задание, потому что тест состоит из n-ного количества тестовых заданий, которые необходимо последовательно вводить в конструкторе тестов. Поэтому включаем плюс добавить материал тестовое задание и попадаем в первый конструктор, конструктор тестовых заданий. Конструктор тестовых заданий позволяет выбрать разные формы представления тестовых заданий. И сейчас по умолчанию стоит выбор одного ответа. Если мы нажмем, то включится меню, где мы можем выбрать разные варианты тестовых заданий. Это ввод числа, ввод строки, выбор разных вариантов ответа, открытые и закрытые ответы, заполнение таблицы, распределение элементов по группам, упорядочение элементов по последовательности, установление соответствия. То есть все эти варианты тестовых заданий доступны. Мы попробуем выполнить тестовое задание на том варианте, который выскакивает автоматически. Выбор одного варианта ответа. Соответственно, в поле ваш вопрос вводится вопрос, который позволяет сформулировать само тестовое задание. А в поле, где написаны ответы, имеет смысл добавлять варианты ответов на это тестовое задание. Как обычно, если мы выбираем один ответ из множества альтернативных, необходимо подобрать не менее трех-четырех альтернативных вариантов ответа. И для того, чтобы их расположить непосредственно в конструкторе тестовых заданий, надо с правой стороны зеленая кнопка плюс добавить ответ, добавить необходимое количество альтернативных ответов. Соответственно, вводя те или иные ответы, но в данном случае они цифровые, в конструктор тестовых заданий, нам необходимо выбрать тот ответ, который из них будет правильным. Для этого необходимо нажать, поставить галочку или точечку в зависимости от формы тестового задания и выделить правильный ответ, и он будет засчитываться в тестовом задании как ответ правильный. Соответственно, получился тест, который вы имеете возможность просмотреть и увидеть, как он выглядит для учащихся, нажав на зеленой панели предпосмотр вопроса. Предпросмотр вопроса позволяет увидеть и сам вопрос, и три варианта ответа на вопросы, нажимая из них правильный вариант и кнопку «Ответить», получив ответ, правильный он или нет. Соответственно, если вам нужно редактировать тестовое задание, вы возвращаетесь назад в редактирование и выбираете другие альтернативные варианты ответа, либо корректируете тот вопрос, который вы задаете. Что еще возможно выбрать и сделать по-другому, кроме выбора вариантов тестового задания? Здесь возможно использование рисунок и изображений разного характера и использование формулы. Под каждым вопросом и под каждым ответом есть маленькие иконочки «Добавить формулу» и «Добавить изображение». Соответственно, если мы добавляем изображение, у нас появляются различные изображения в виде вопросов, либо в виде альтернативных вариантов ответа для учащихся. Для того, чтобы добавить изображение, надо нажать «Добавить изображение», и вы можете либо добавить новое изображение и загрузить его с рабочего стола вашего компьютера, либо добавить его из папочки «Мои материалы», где у вас уже сохранен тот или иной файл изображения, которое можно использовать для этого. В частности, пример изображения, который загружен в моих материалах, я могу использовать его для загрузки на рабочий стол. Соответственно, создав тестовое задание, вы его сохраняете и возвращаетесь обратно в библиотеку Mesh через значочек в верхнем левом углу. Продолжение следует...